Здравствуйте, дорогие друзья, садоводы и огородники! Снова с вами встречаюсь я, Юлия Меняева, на канале Восаду Левогороди. И как всегда, мы сегодня с вами будем готовить что-то вкусненькое. Я вас всех приглашаю к себе на кухню. Ну и что ж, пожалуй, приступим. Для начала я просто хочу вам рассказать. Очень много мне задают вопросов. Юля, что вы кушаете на завтрак? Или же Юля, что вы готовили на ужин? И вот сегодня я хочу с вами поделиться. Ну, пожалуй, будем говорить, да, покажу вам простое меню одного из наших завтраков. Что мы едим на завтрак? Ну, не постоянно, конечно, но иногда, а может быть и постоянно, потому что это меню нам очень нравится. И я хочу с вами, в общем-то, поделиться. У меня есть вот такой вот помощник, JF Grill. Вот, это вот такая вот печка. Вот, может быть, вы просто ее и видели. Или у меня на заднем плане она стоит постоянно на столе, потому что я ее постоянно пользуюсь. Чем она мне нравится? Во-первых, очень удобно на ней готовить завтрак. Наверху мы можем жарить. Можем жарить яичницу. Можем жарить сосиски. Съемная панель. Очень удобно мыть. Очень удобно. Вот. Здесь мы наверху жарим. Так, сейчас я вам покажу. Что еще у нас есть? У нас есть вот такая небольшая духовка с решеткой. На ней я всегда готовлю в этой духовочке, что я готовлю. Я ее могу использовать и как гриль. Она работает и просто как печка. Например, я всегда делаю в ней горячие бутерброды на завтрак. Это очень быстро и удобно. Пока у меня варится гороховый суп, потому что вся моя семья не представляет гороховый суп именно без маленьких таких сухариков. Я здесь сушу сухарики. Очень быстро. В общем-то, духовка универсальная. И самое главное, все в семье, особенно дети, они не могут просто без кофе. Они кофеманы. Они его обожают в любом виде. Вот, и что мне здесь нравится, здесь вот такой вот кофейничек, да. И как раз, в принципе, этого кофейника хватает на всю нашу семью. Это может быть кофе. Вот, мирная лопаточка такая. Это может быть кофе. Да даже просто заварить чайник. Очень удобно. Вот сюда насыпаем кофе. Так, а здесь у нас именно мы заливаем сюда воду для нашего кофе. Ну что ж, пожалуй, приступим. Сейчас я вам расскажу, именно что же я все-таки готовлю на завтрак. Нам понадобится с вами лаваш. Лаваш, конечно, вот желательно свежий, потому что он будет очень легко заворачиваться. Ну, или мы едем горячие бутерброды, или вот сейчас я вам покажу блюдо из лаваша, которое я делаю. Что понадобится еще нам? Это сметана. Сметана, конечно, должна быть не очень жидкая, вот, для того, чтобы наш лаваш не очень был сырой. И, ну, достаточно сметаны 15% жирности. Так, что мы делаем далее? Вот готовлю, а у самой даже слюнки текут. Мы берем и посыпаем хорошо сыром наш лаваш. Как бы, ну, не жалеем, да, не жалеем сыр, потому что здесь именно зависит от количества сыра наш лаваш. Теперь, что можно? Можно добавить сюда зелень, можно и не добавлять, кто как любит. Ну, я вот так, в первую закрутку, я немного добавлю все-таки зелени, потому что это будет повкуснее. Можно добавить чеснок. Чеснок желательно мелко порубить и посыпать поверх сыра. Вот так, пожалуй, в один слой мы с вами добавим немного, совсем совершенно немного зелени. И приступаем закручивать наш рулет. Стараемся закручивать его довольно-таки вот так плотно. Итак, мы с нашим рулетом поступаем до самого-самого конца. Итак, мы наш рулет с вами скрутили. Скрутили вот в такую колбаску. Можно его сделать с вечера, поставить в холодильник, он пропитается и будет еще более вкусный. Если у вас нет времени делать с вечера, можете делать прям непосредственно с утра, пока все ваши домашние еще нежатся в постели, а вы уже стряпаете на кухне. Ну что ж, теперь мы нарезаем наш рулет вот на такие порционные кусочки. Да, и еще хочу сказать, вот именно в этой печке, видите, вот такой вот противень, я его всегда затягиваю фольгой, потому что это, в принципе, удобно. Удобно, чтобы потом сыр все-таки вытекает и не мучится нам мыть наш противень. Вот так. Ну что ж, теперь мы наши рулеты отправляем в нашу духовку. Вот так поставили. И теперь нам остается только ее включить. Я обычно делаю на операции гриль. Вот, включаю, ну, где-то минут на 15, на 20, но это опять все зависит, как говорится, индивидуально. Кто любит по зажарести, кто не очень, самое главное, чтобы расплавился сыр. Ну что ж, прошло 10 минут, я посмотрела, и наши с вами рулетики запеклись. Вот такие они румяные, нарядные, вот, вкусные, самые главные. Так, отключаем нашу пока духовочку. Что я хочу сказать еще по нашим рулетикам. Я их сначала обжаривала с одной стороны, немного, с двух сторон, а потом я их переворачивала и дала вот так запечься вот нашему верху. Теперь, ну что ж, ну, любим сосиски, никуда от этого не уйдешь. Сейчас мы с вами пожарим наши сосиски. Так, жарить я буду их на верхней панели. Я включила верхний гриль. Сейчас положу наши сосиски. Вот так. И прикрою крышкой, чтобы все-таки жир не летел. Но можно и не прикрывать крышкой. Это все индивидуально, как вы любите. Переворачивать я их буду использовать, вот такие щипцы. Итак, сосиски наши с вами готовы. Они подрумянились. Очень такой довольно-таки аромат. Очень вкусно. В кофеварке здесь стоит вот такое ситечко, съемный фильтр. Мы его с вами установили. Берем мерной ложечкой, насыпаем кофе в этот фильтр. Вот так. Поставили сам кофейник. Так. И включаем кофе. Ну что ж, кофе мы с вами сварили. Нам осталось его только налить в чашку. Аромат необыкновенный. Ну что ж, вот и готов наш завтрак на скорую руку. Ну, действительно на скорую. Может быть, вам показалось, что это долго, но ничуть не долго. И что я еще хочу сказать именно вот про эту мою помощницу. Дело в том, что она очень маленькая, компактная и удобна именно для дачников. Удобно мы и пользуемся ей во время, допустим, посадочных даже работ. Чтобы перепустить где-то на улице, в беседке, не заходя домой. Все это очень-очень удобно. С вами была Юлия Меняева на канале Восадули в огороде. Приятного вам аппетита и вкусных завтраков. Пока!